Ника Набокова. Вакцина от одиночества. Реальные истории, вправляющие мозги. Привет! Это книга-вдохновитель для тех, у кого никак не выходит встретить свою любовь. Шесть реальных историй о людях, которые живут в том же мире, что и ты. Просто за счет того, что вы смотрите на этот мир по-разному, у них есть отношения, а у тебя нет. Но, надеюсь, после прослушивания тебе удастся заразиться антиодиноким мышлением и, наконец-то, изменить грустный сценарий своей жизни. Начнем, пожалуй. Счастливая 72-летняя невеста кричала «Какие наши годы!» Мне кажется, примерно так выглядел бы заголовок этой истории в каком-нибудь журнале типа «Работница». Тетя Нина жила через дорогу. Говорливая женщина в типичном для Вологодской области ситцевом халате в яркий цветочек и бусах под жемчуг. Дома у нее всегда было чисто и пахло пирогами и парным молоком. Пройдя все ужасы военного детства с голодом, холодом, мародерством и еще черти чем, она выучилась на экономиста в единственном техникуме своего захолустного городишки и в статусе молодого специалиста была командирована в новую деревню, отстроенную под леспромхоз, где, собственно, и обосновалась на всю жизнь. Там же встретила суженого, за которого после нескольких месяцев походов на танцы и поцелуев у колодца вышла замуж. Муж тетнины Герман, с коим она нажила троих детей и аж шестерых внуков, походил на чертика из табакерки. Маленький, щуплый, худющий и вечно забудуна. Пил Гера люто и регулярно спал прямо на дороге, аккурат посередине между нашими домами. В моменты трезвости он был довольно занятным и даже интересным персонажем. Много рассуждал, выписывал науку из жизни, что-то мастерил, даже отгрохал самую приличную на поселке баню. Внуков обожал. По местным меркам Гера занимал неплохую должность. Служил начальником, сам себе правда, ну какая разница, в кочегарке. Почти цой, в общем, чем весьма гордился. Но проклятый алкоголизм. Водка его изгубила. Герман любил приложиться на работе, не отрываясь от процесса. И однажды, чрезмерно приняв на грудь, уснул, забыв прикрыть какую-то из важных печных створок. Угарный газ пошел вместо трубы в комнату, и Гера угорел. Угореть значит задохнуться продуктами неполного окисления углерода. Так Нина в 70 лет осталась вдовой. Одна, в пустом доме, в деревне на краю земли. Пожалуй, чтобы дорогому слушателю было чуть яснее, я немного расскажу об этой деревне. Ведь знаю ее как свои пять пальцев. Все детство там прошло. Говоря край земли, я не преувеличиваю. И не для красного словца вворачиваю затасканную метафору. 200 километров, как там говорят, километров в лес от Вологды, 50 из них по уверенному бездорожью. И если с одной стороны, хоть и на солидном удалении, но есть какой-никакой районный центр, то по другую сторону ничего. Тупик. Леса непролазные. Топи до болота. Из развлечений первый канал. И тот не всегда показывал, например, в дождь антенны категорически отказывались принимать сигнал. Привоз продуктов раз в неделю, дом культуры, гордо именуемый клубом, с дискотеками под магнитофон, с синокос до баня. Никаких тебе офисов, кофеин, фудкортов, выставок, семинаров и вот этого всего. Корову встретил, подуил, да спать. На момент смерти Германа деревня уже пережила свои лучшие годы и почти опустела. Оставались лишь те, кто сильно прикипел душой или не имел никакой возможности уехать. Половина домов превратилась в жилища-призраки, а в остальных в основном жили такие же вдовы, как Нина. То ли водка, то ли работа на износ, но мужики умирали раньше. В общем, перспектива так себе. 70 лет и глушь. Ложись, да помирай. Через два года Нина вышла замуж. Да не просто, а со всеми романтичными делами в виде ухаживания, стихов, прогулок за ручку. Имени ее мужа я не помню, а спросить уже не у кого. Знаю только, что познакомились они в райцентре. Эта деревня чуть побольше и с унитазами в некоторых домах. То ли в поликлинике, то ли в очереди на подачу каких-то документов. Поездка в райцентр, кстати, была еще одним вариантом выхода в свет. Два часа в трясущемся уазике, потом походить по хозяйственному и обязательно выпить кофе из облупленного стакана в местной столовой. Но это все не суть. Главное, что вдруг случилась любовь. Она, кстати, всегда случается, если встречаются люди, не ограничивающие себя внутри. Он дарил букеты из полевых цветов. Она пекла свои фирменные пироги с капустой и ворчала для проформы, мол, чего таскался со своим артритом, собирал. Дедуля оказался интеллигентом и после поэтических писем поездок друг к другу в гости, как положено, сделал предложение. Деревня ясно дело мигом превратилась в жужжащий улей, все приободрились, ожили и, конечно, такое событие. Кто-то радовался, как за себя, кто-то завидовал. Свадьбу сыграли небогатую, но шумную, с баяном. Невеста кокетливо поправляла бусики под жемчуг и целовала жениха в морщинистую щеку. Я всегда вспоминаю эту историю про обдавевшую в пустой деревне бабушку, когда слышу, что негде, нет никого и мне ничего не светит. На этом книжка подошла к концу. Это был ознакомительный отрывок. Полную версию книги вы можете скачать или прослушать онлайн, перейдя по ссылке в описании под видео. Достаточно зарегистрироваться и вуаля, книжка у вас. И помните, авторы, декламаторы, редакторы тоже люди. Они тоже хотят кушать и на добровольных началах, к сожалению, в наше нелегкое время работать фактически нереально. Особенно качественно. Поэтому, ребята, поддержите как минимум автора и декламатора, купив лицензионную книгу. Продолжение следует...